Не давайте деньги детям! Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-Банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. Фух, все дела мира сегодня переделала. Так, это мои бумажки. Странно. Пацаны, что ли, вернулись? Секундочку! Странно. Калин! Извините, не хотела вас напугать. А как вы сюда попали? Вы броняли. Да, а вы кто? Меня зовут Энт. Мне нужно забрать посылку для Дракулы. А, посылка? В первый раз слышу. Вам, наверное, внизу, туда, там постамат, там все посылки. Прошу прощения, что потревожила такую прекрасную девушку. Ой, да ничего страшного, может быть, чай, кофе? Ну, в смысле... Я уже тороплюсь. Может, завтра увидимся, если вы не заняты? Ты! Давай на ты! Конечно, давай завтра! В это же время, на этом же месте! Хорошо. Что это было? Так, как я выгляжу? Ну, вроде нормально. Фух, какой хорошенький и красивый, и воспитанный. Каких сейчас вообще нет? У меня завтра свидание! По-моему, идеально. Какая я молодец! Привет! Как ты это делаешь? Извини, я не хотел. Кстати, это тебе. Цветы, спасибо! Искусственные! Класс! Ты, получается, романтик! А я тут для нас кое-что приготовила. Вау, очень красиво. Давай, с тобой поухожу. Давай! Какие у тебя манеры! Я, можно сказать, человек другого поколения. Для меня ухаживать за красивой девушкой норма. Здесь достаточно светло. Да, потому что день. А ты угощайся, вот, возьми салатик, фруктики. Не-не, спасибо, я не голубен. У меня с собой есть перекус. Это, кстати, томатный сок. Ты не против? Конечно, нет. Главное, чтобы тебе было комфортно. Первый раз вижу человека, которому нравится томатный сок. Как говорит мой отец, почему лучше пить томатный сок? Он ближайший родственник пиццы в жидком виде. Смешной. О, Глент, слышь, а может, мы, кстати, на ужастник сходим? Да не, они все одинаковые. Куча подростков, залетают в стрёмный дом, спрашивают, здесь кто-то есть, и их потом по очереди сжирают. Не, неинтересно. Надо что-то весёлое, комедийное. А вообще, лучше похавать. О, давай, давай. Первый пошёл. Второй. Пошёл. У-у-у, сухарики и самое главное, фишечки. Мне надо что-то впечатлять. Давай посмотрим, что у тебя там выпало. М-м-м, господи. У меня шапалах. У меня тоже шапалах. А у меня голографическая, 4. А у меня клоун голографический. И что теперь? Блин, кайфовое. Смотри, ты. О, погоди. Меняю себя на две фишки. А какие эти фишки? Красивые. Давай. Опа. Хорошо, что мы по дороге-то в бургерки залетели. Угу. То-то мы объелись, конечно. Какой ты смешной. Погоди, мы что, не одни, что ли? Да, там кто-то на втором этаже есть. Я понял. По голосу это Риви. Странно вообще, что она здесь. Да. Вообще не одна. Нифига себе. Какой-то он странный. Да не, вроде нормальный. Обычный пацан. О, смотри, как он на неё смотрит. Даже не моргает. Реально не моргает. И что он такой бледный? Жутковато. Ты нормальный? А, фу. Не могу больше на это смотреть. Пойдём узнаем, что там происходит. Погнали, погнали. С тобой так интересно. У меня ощущение, что у тебя нет ни одного минуса. Есть один минус, но я пока не могу о нему рассказывать. Наконец-то к нам решили прийти твои друзья. Какие друзья? Пацаны, привет! Что вы тут делаете? Вообще-то это наш вопрос. Это кто? А это Эд, мой новый парень. Ну здорово. А ты что такой холодный? Замёрз что ли? Я вообще никогда не мёрзну. От природы руки холодные. А я слышала, что у людей с холодными руками тёплое сердце. И давно вы вместе? Один день, но это лучший день в моей жизни. Всё понятно, запущенная стадия. Риви, ты вообще помнишь, что мы сегодня в кино договорились? Вообще пойди. Ребята, ребята, давайте секундочку. А, пацаны, извините, пожалуйста, я немножко забыла про кино. Ну посмотрите, какой он милый. Он нож точит. Просто проверяет, если ножик чистый. Может быть, брезгливый. Риви, я, конечно, всё понимаю, но этот парень какой-то странный. Ты его давно знаешь? Один день. Главное не знание, а чувство, как в книжке. Мы любим друг друга. Любовь с первого взгляда. Пора отучить за меня. Вообще-то, Риви, менять друзей на парня, которого толком не знаешь, не круто. У меня есть предложение. Давайте посмотрим фильм у меня дома. Да, я говорю да. Как он здесь оказался? Не знаю, не знаю. Мау, я так хочу побывать у тебя дома. Он, наверное, такой необычный, как и ты сам. Да, круто будет. Пацаны, поехали с нами. Ну, одну тебя мы точно не отпустим, поэтому... Что, Глент, поедем? Поедем, только фильм выбираем мы. Это точно. Один момент. Риви, можно на секундочку тебя? Погнали. Погнали. Зачем ему зонтик? Он что, тупой? Да нет, он просто милый, заботится о себе, ультрафиолетовые лучи, все дела. Ну, это же странно. Ребята, поехали! Да, да, иду. Ответить на вопрос. Подожди, подожди, слушай, расскажи мне еще о себе. Это твой дом? Да, мы живем здесь с отцом, у него большая история. Обалдеть. Круто, реально круто. Ладно, пойдем, показывай, что там. Пойдем. Слушайте, плюс еще одна странность в его копилку. Да он тебе дом костный, погнали. Это классный дом? Да, да. Паук? Да, отец любит врачный стиль. А что у вас тут так грязно и пыльно? Вы что, клиник не заказываете, что ли? Да нет, это мой отец любит такой стиль. Ребят, все нормально. Вообще, этот дом больше, чем кажется. Прошу. Пойдем, что ты стоишь? Да я иду, иду, иду. Я иду. Эд, слушай, это картина какая-то черно-белая, старая. Вот тут стоит цветная, значит, новая, а человек на ней один и тот же. Это как? Это все просто. На одной мой прадед, на другой мой прапрадед. У нас в семье очень похожи все. Такие же красивые. А ты почему не похож на них? Ну, должен же был родиться в семье красавчик. Все жуткое, странное. Это точно. Блин, какой камень здоровый. И что он тут висит? Зачем? Не знаю. Какого вообще сюда повесили? Он висит как будто тонну. Все это вообще подозрительно. И рука. И здесь рука. Смотри, ладно, пойдем. А может что-нибудь приготовим перед тем, как смотреть фильм? А может быть что-то лучше закажем? Нет, ну я сама, я хорошая хозяйка, я что-нибудь классное сделаю. Ну, добро пожаловать. Это кухня. Ну, только у нас еды особо нет. А чем вы питаетесь? Ну, доставки разные. Я к еде особо не привередлив. Здорово. А зачем на холодильнике замок? Это смешная ситуация на самом деле. Отец просто надеет, и вот нашел такой способ не переедать. Кровавых рецепт. А вы такие любознательные. Это мои прабабушки. Ничего интересного, она была местным целителем. Ну, ладно. Марк. Еще одна странность. Птичь какая-то. Да не, нормально все. Пойдем. Да ладно, ребята, сейчас что-нибудь найду. Должно же было что-то остаться после туристов полгода назад. О, консервы. Хотите? А, давай я что-нибудь приготовлю. Я очень хочу что-нибудь приготовить для тебя. Точнее, для всех. Закажем доставку продуктов? Конечно. Как скажешь. Спасибо, спасибо большое. Ребята, продукты привезли. Ребята, принимай продукты. Спасибо, Марк. Надеюсь, так же вкусно приготовишь, как и рассказывала. О, подожди, подожди. Хочу сейчас спросить. Почему у тебя такие глаза красные? Ты сейчас спроси, почему у меня уши такие большие, как в красной шапочке? Ну, на самом деле, много в компьютер играет. Глент, отстой. Эд, что ты хочешь, чтобы я тебе приготовила? Да я поддержу любой твой выбор. Главное, чтобы тебе это нравилось. Хорошо. Что ты хочешь, чтобы я тебе приготовила? Я поддержу любой твой выбор. Так, где же кастрюля? Странно, нет? Так, Эд, смотри, нашла. Ладно, голубки, мы вас оставим ненадолго. Да, 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 мы сейчас придем. Ребят, только будьте потише и не открывайте двери, которые закрыты. Там спит отец, его лучше не будет. Да, да, мы все услышали. Иди сюда. Слушай, я у этого, я навижу столько странностей. Какие странности? Ты что, прикалываешься? Вот, например, этот дом. Что это вообще такое? Это самая большая странность. Мы как будто в логове нечистой силы. Да ты лучше посмотри, как он в Риве влюблен. Она же прям вся светится. Да вот именно, надо его просто тщательно проверить. Я за Риве буду только рад, но нужно, чтобы все было чики-пуки. Да он норм, пацан, просто на своей волне. Предлагаю ему пройти проверку по-пацански. Если пройдет, будет плюс балл, а не пройдет, будет еще больше причин, чтобы насторожиться. А как мы его проверим? Есть у меня одна идейка, погнали. Ой, а давай сначала ты поперчишь, а потом я посолю. Давай. Извиняюсь, что прерываю вашу идиллию, но у нас есть предложение к тебе. Да, да. Ты же знаешь, что Риве нам как родная. Мы хотим с тобой поговорить по-пацански. Мы за нее переживаем. Пацанский разговор? Давайте. Мы просто хотим узнать тебя получше, понимаешь? Мои намерения серьезнее, чем жажда вампира лунной ночи. Окей. И? Ай, вот аккуратней. Ну что, Эд, хотим мы с тобой по-мужски поговорить. Да, Марк? Да, но если что, я ни при чем. Это все он. Э, парни, что происходит? Ну, ты-то присаживайся, присаживайся, сейчас все обсудим. Понимаешь, Риве наша подруга, и мы хотим быть уверены, что она выбрала правильного человека. Человек. Что сказал? Да нет, ничего. Марк, ну давай, как договаривайся. В общем, отвечаешь на наши вопросы, не задумываясь. Что первое в голову пришло, то и говори, окей? Окей, давайте. Любимое хобби? Спать. Любимая еда? Красная. Год рождения? 1800, ооо, 2002. Любимый цвет? Черный. Где познакомился с Риви? У вас в офисе. Какого цвета глаза у Риви? Карри, мой любимый. Ха-ха, у нее зеленые, да, Глент? Я не знаю, я внимания не обращал. Если Риви для вас такая подруга, сначала узнаете ее, а потом устраиваете допрос. Ну, допустим, ты знаешь о Риве несколько фактов, и что? А ты ее защитить сможешь? От кого? Хулиганы всякие, и вообще, я согласен с Глентом. Что-то не похоже, что Риви с тобой будет как за каменной стеной. Ты сомневаешься в моей силе? Давай проверим. Ну давай. Я могу мизинц. Ну что, доволен? А, ну, с Марком это все понятно, но давай со мной. Легко. Раз, два. Вот черт. Ну что, проверки закончились? Судя по всему, я во всем лучше вас. Пойду посмотрю, как там Рей. А подниму и нескоро, что он такой сильный. Рука ноет от боли. Да, допрос никакой полезной информации нам не дал. Предлагаю просто здесь осмотреться. Все суперстремно. Кстати, забыл вам сказать, вы куда собрались? Мы, мы осматриваем дом. Осматриваем дом, тут паутины и картины. Хотя бы вам напомнить, чтобы вы вели себя потише. Все-таки отец мой сейчас спит. Да, да, хорошо. Так и поняли. Просто ты нас немножко испугал. Давай, Маркуша, выходи. Ну вот это, это что за дичь вообще была сейчас? Мне вообще иногда кажется, что он летать умеет. Да, согласен. А силу ты его видел? Ага, ладно. Побыстром осматриваемся и возвращаемся. Тут заперто. Вот ни в какую. На себя, на себя попробуй. Нет. Хорошо. Что, тоже не открывается? Прямо намок. Ладно, осталась последняя комната. Что там, что там, что там? Там гроб полноразмерный, как для человека. Гроб? Гроб. А вы кто тогда? Здравствуйте. Я повторю вопрос. Вы кто такие? Вы, наверное, папа Эда. Да, да. А мы практически его друзья. Да, да, уже можно сказать друзья даже. Ну да, да. Друзья Эда, а мои друзья? Какие вы молоденькие, свеженькие. Это в каком смысле так? Это я так, ностальгирую по молодости. Как будто это было тысячу лет назад, а может и больше. Ну, понятно. А где сейчас Эд? Мне нужно кое-что напомнить. Эд, он, он с Римми, он где-то там. Да, да, они как раз там наверху еду готовят. Поедим на славу. Ну, пойдемте, ребята. Пойдемте. Ты вперед, твоя, как-то. Ну, попробуй. Нет, я правда не гол. А если так? Самолетик выпьет. Здравствуйте. Вы уже проснулись? Молодец, Эдуард. В этот раз много друзей привел. Наши гости решили прогуляться по дому. Я решил их лично поприветствовать. Может, уже хотите завтракать? Нет, мне еще спать и спать и спать. Что-то сладенького хочется, поэтому накорми наших гостей, чем сладенький. Конечно, хозяин. Что, не черные? Обычные макароны, что вы пристали? Друзья, развлекайтесь, отдыхайте. И я пойду отдыхать. Спокойного дня. Эд, а у меня к тебе вопрос. А ты чего своего отца на вы называешь? Потому что это у меня культурные, воспитанные, не то что некоторые. Да, с детства повелось. Ну что, время кино? Да. Да. Кушать тоже сейчас наложу. Ура! Клинчик! Ребят, а телека нету? Нету. У меня так на лоб. Странно, в таком большом доме нет телевизора. Это нормально. Думаешь, у кого-то нет телека. Нормально им живется. Давайте я буду выбирать. Какой пароль от Wi-Fi? Здесь нет Wi-Fi. Чего? Что? А как мы будем фильм смотреть? А, ты серьезно? Мои любимые фильмы на флешке про любовь. Ну ладно, давай. Ну что, может, посмотрим Кровавый закат? А еще варианты? Можно посмотреть Крылья ночи. А еще что-то есть? Кровавый вальс. Так, дальше, дальше, дальше. Нежный укус. О, давайте нежный укус. Я обожаю фильмы про вампиров. Правда? Да. Люблю тебя еще больше. Ну все тогда, давайте смотреть. Сейчас только свет выключу. Древний замок Шлахерский стоит на грани миров, где человечество встречается с неизвестным. Изабелла, молодая девушка, с таинственным прошлым, попадает в ловушку между своими чувствами и проклятием, которое тянет ее на темную сторону. Александр, обреченный на вечную жизнь в тени, ищет свет, который освободит его от его проклятия. Ты что, Глент, я просто издевал. Смотри фильм. Показалось. Ты про Изабеллу и Александра? Что? Нет. Ладно, от тебя толку ноль. Ребята, тсс. Блин, что-то яблочко хочется. Я сейчас мигом на кухню и приду. Расскажи только потом, что было, окей? Да, иди, иди. Упс, ребят, что может витаминчиков, яблока кто-то будет? Глент. Глент, Марк. Ну, значит, я буду есть. Мне больше достанется. Ай, мне походу кровь идет. Марк. Сейчас я посмотрю, сейчас я позвоню. Э, Эд, Эд, ты куда? Не ходи за мной. Глент, слушай, надо стечку найти. Это что, кровь? Что это вообще было? Ты все пропустил, а я порезался. Так, ну, дай посмотреть-то, сильный порез. Не знаю, но обработать бы не помешало. Все, быстро пойдем на кухню, давай, давай. Давай, держи. Короче, этот твой какой-то мутный. Ты видела, когда я поранился, он сразу же куда-то убежал. Ну, я уверена, что всему есть свое объяснение. У, как рука. Да нормально, жить буду. Пойдем уже. Ты где был? Все хорошо? Простите, ребят. Я просто крови боюсь. Поэтому мне очень плохо стало. Я так и подумала. Видите, всему есть свое объяснение. Что-то как будто ты даже не испугался, а наоборот. У каждого своя реакция. Ладно, ребят, я это, отойду. Рыться в чужих вещах нехорошо, но безопасность друзей превыше всего. Так. Здесь как будто ничего полезного. Сколько пыли. Тихо. Так, сундук, это интересно. Первое правило. Если что-то на замке, значит, там что-то секретное. Второе правило. Ключ должен лежать где-то рядом. Костырь, отвали. Чемодан. Еще и какой старый. Правило номер три. В таких чемоданах всегда что-то старинное и ненужное. Ну, нам даже это может быть полезно. А это что такое? Свидетельство о рождении Крафт Дракула, 1745 год. Это 275 лет назад. Кто здесь? Да это я, Глент. Ты что, напугал что ли? Да я еще не родил. Ты сейчас офигеешь. Смотри, что я нашел. Что это такое? Свидетельство? 1745 год. Так это, наверное, его родственников, там, прадеда, прапрадеда, которые на портретах. Либо, может, историю любят, я не знаю. Все не так просто. Шуйка мне подсказывает. Хотя нет. Она просто кричит, что в этом доме что-то не так. Смотри. Что это? Детучие мыши? Настоящие? Не знаю. Ну, сейчас проверим. Что-то там точно настоящие. Что там шатается? Валим отсюда. Давай, 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 давай. Последняя тайна, которая не дает мне покоя, это вот этот вот холодильник. На замке. Его отцу явно не нужны диеты. И что ты думаешь? Надо найти ключ. Тут нет. А ты под холодильником глянь. Банально. Это хорошо. Я думаю, что его батя не настолько умный. Тихо. Отлично. Лишь бы подошел только. Давай, 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 давай. Давай. Это что, кровь? Так, надо подумать. Бледная кожа, клыки. Ни разу не пробовал лаву. Лаву, это невозможно. Да он вампир! Еще есть внезапное появление. Его отец в логове вампира. Надо выбираться и спасать Риви. Прячься это и пошли быстрее. Погоди, ну хотя бы надо сфоткать, ну, чтобы были доказательства. У тебя телефон с собой? Держи. Все, погнали, быстрее, быстрее. Я трогал кровь. Давай, давай, давай. Куда вы убегаете? Ладно, посуду мыть. Гулять? Да. Какая красота. Риви, я должен тебе кое-что сказать. Да? Что такое? Я не хочу, чтобы между нами были тайны. Я понял, что ты мне нравишься сильнее и сильнее. Так ты мне тоже. Да неужели ты не догадываешься? У меня бледная кожа, клыки, я сильный. Я вживу в таком доме. Ты косплеер? Что? Я вампир. Правда? Это так круто, ты можешь быстро бегать. У тебя красные глаза, это вообще... Ты не понимаешь, что намного серьезнее. Тебе нужно бежать. Сейчас проснется хозяин, он съест тебя и твоих друзей. Хозяин? Это кто, я не понимаю, вампир, как в кино? Это мой отец. На самом деле, этот древний вампир Дракула обратил меня много лет назад. И все для того, чтобы я ему прислуживаю, приводил в дом таких, как ты. Ты не представляешь, он очень опасен. Я не могу так с тобой поступить, ты должна бежать. Я никуда не убегу, точно не брошу тебя с этим монстром. Ты так и не поняла, я тоже монстр. И ты должна меня бояться. Но я тебя не боюсь. И вообще, если бы была возможность, я бы тоже стала вампиром. Правда? Ты хочешь этого? Да. Тогда я могу это сделать, и мы будем вместе всегда. Это кровь. Сейчас ты выпьешь из этой чаши, потом я тебя укушу, и все, ты вампир. А что будет дальше? Мы будем вместе навсегда. Подожди, я не уверена, а как же семья, как же друзья, пацаны? Кстати, где они? Насчет этого, я не могу их отпустить, иначе хозяин меня накажет. Подожди, ты хочешь сказать мне, что мои друзья останутся тут для какого-то монстра? Кстати, он наслышит? Эд, так не пойдет. Я же вижу, ты хороший, ты не можешь так поступить. Ты должен отпустить моих друзей, и сам забежать от этого чудовища. Да я не могу просто так уйти, он нас понюху выследит. Единственный вариант, это убить его. Давай это и сделаем. Покажи мне, где пацаны, все вместе мы точно справимся. Риви! Риви! Твой парень вампир! Ага. Он на нас напал. Да не кричите, он мне все рассказал! Не трогай его! Отвали, не трогай меня! Помоги, пожалуйста, Эд. Ребята, вы как? Как, мы? Он нас только что напал на вампир. Сейчас, сейчас. Все, 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 ребята, хорошенькие мои, все хорошо. И что мы будем с тобой делать? А, Эдик, давай, что мы будем с тобой делать? Но вы же помните, что я намного сильнее у вас. Ребята, сейчас не время, нам нужно всем объединить свои силы, чтобы выйти живыми из этого дома. А разве мы не прямо сейчас валим? Не все так просто, его папа на самом деле древний вампир. И никакой он ему не папа. Он нас легко вычислит по запаху, нужно его победить. Окей. Какой план? Чтобы победить дракулу, нужно забрать ключ, который висит у него на шее. И этим ключом открывается сундук, он хранит его для защиты от других вампиров. Как будто это так просто. В сундуке хранится кол из драконьего дерева, и только им можно его убить. Так, погнали, ключ, сундук, кол. Что дальше? Подождите, я не могу прикасаться к ключу, мне нужен кто-то еще. Я пойду. Марк пойдет, все. Да, давай, Марк. Все, идем, идем. Надеюсь, все будет в порядке. А тебе попробуйте сколько, Лена? Вторая сотня. Все, пошли, 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 пошли. Да не шипи ты. Ребята, ребята, у нас отличные новости. Я на соседском участке цепь нашел. А я чеснок. Она у соседей попросила. А это что за карандаш? А это поинтереснее, чем ваши предметы. Что это? Кол. Из дракона? Из его самого. Ты поаккуратнее с этим спрячь. Марк, ты людей завязываешь, хорошо? Да. От него надо держаться подальше. Эдик, нам нужен план. Итак, проверка оружия. Напиток решетока. У меня все готово. Не надо, не надо, не надо, ты что? Ой, простит. Хотя, может быть, и стоило бы. Да-да. Ладно, кол из драконьего дерева. Цепь надежно спрятана, никогда не догадается. Так, надеюсь, наш план сработает. Права на ошибку у нас нет. Эй, где мой завтрак? Блин, это страшно. Пошлите, пошлите. Все, фу. Как будто у вас связаны руки. Хозяин, все готово. Сделал все, как я просил? Да, сладкого они ели очень много, поэтому вам должно понравиться. Отпустите нас! Эд, что происходит? Каждый раз одна и та же песня. Помогите, отпустите. С кого начать? А, как всегда, по считалочке. Эники-бэники ели вареники. Эники-бэники, бум. Энди-бэники. Марк, давай, давай! Что так жестко? Давай, давай, Марк. Давай, давай! На пол его! Давай! Глент, твоя очередь! Давай, аккуратно! Ребята, у нас получилось! Давайте! А ты, кстати, это, сам точу кровь бешеный. Сейчас 21 век, есть гуманные изменители И к тому же я мирный вампир И никогда людей не убивал Я всегда знала, что ты хороший Так, все, ладно, давайте как-то прощаться Так, ребята, и еще, я не могу впустить вас в обычный мир После всего, что было, мне придется почистить Вашу память Ну, в целом, я не против забыть об этом дне Что нужно делать? И я тебя забуду? Да, но мое предложение стать вампиршей все еще в силе Не, не, вампиршей ей нельзя Наша подруга, куда ей? Точно нет Они правы, ты слишком хороша для вампирского мира Посмотри мне в глаза Эд, пожалуйста, не надо Так будет лучше для тебя Эд Ты что, ты что? Это все будет для нее приятным сном Ваша очередь, парни Окей Что, утро, что ли? Что мы в офисе делаем? Ревероид, вставай, Марк Ой, я так хорошо пустала Просыпаемся Что, уже утро, что ли? И вообще, что мы тут в офисе-то забыли? Да, правда, странно Но, ребята, у меня такой интересный сон снился Мы, наверное, вместо кино решили фильм в офисе посмотреть И как-то вырубились Ну, тогда что, по домам пора? Да, погнали Сейчас, сейчас, я еще починю Что же мне снилось? Такой сон хороший был Не могу вспомнить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok